Перед тем, как мы перейдём непосредственно к менингиту, то есть виновник сегодняшнего торжества, так сказать, давайте просто вот вспомним, перечислим, какие вообще существуют основные виды воспаления мозговой ткани. То есть это церебриты, вентрикулиты, менингиты. И по поводу синуситов. Понятное дело, что синусит как отдельное заболевание, которое не сопровождается, идёт не в контексте черепно-мозговой травмы, конечно же, никакого отношения к воспалению мозговой ткани не имеет. Но у пациентов, как вы знаете, с тяжёлой черепно-мозговой травмой, у которых зачастую наблюдаются переломы основания черепа с вовлечением костей лицевого скелета, соответственно, синусит сам по себе тоже, конечно же, может являться причиной воспаления дальнейшего. Значит, коротко о каждом из видов церебрит. Просто освежить память. Это очевовая воспалительная фильтрация мозговой ткани, как правило, гнойного характера, которая предшествует обычному развитию абсцесса, формированию абсцесса головного мозга. Вентрикулит, как понятно из названия, это воспаление пензима желудочков головного мозга, которое также развивается в результате бактериальной либо грибковой инфекции. Непосредственно минигит. Что это такое? Все прекрасно знаем определение. Это воспаление мозговых оболочек, которое характеризуется специфическим симптомом комплексом и характерными изменениями плеоцитозом спинно-мозговой жидкости. Перед тем, как мы непосредственно перейдем к диагностике и объяснению проблем, почему он возникает, а как, давайте вспомним на минутку, что представляет из себя гематоэнцефалический барьер, так как вы все прекрасно понимаете, что минигит развивается непосредственно только лишь в условиях нарушения целостности гематоэнцефалического барьера. По определению Штерна, это совокупность физиологических механизмов и соответствующих анатомических образований в центральной нервной системе, которые участвуют в регулировании состава цирепроспинальной жидкости. Если говорить не таким научным простым языком, это, грубо говоря, фильтр, своеобразная сетка, которая обладает избирательной пропускной способностью. То есть то, что нужно головному мозгу, она пропускает, то, что не нужно, соответственно, все остается на ней. В условиях, когда целостность ее нарушается по тем или иным причинам, это может быть черепно-мозговая травма, о которой мы будем говорить сегодня, это могут быть какие-то другие процессы в головном мозге, и, соответственно, внутрь спинно-мозговой жидкости попадают вещества, которые в норме не должны быть там. К факторам риска, которые могут и приводят к появлению менингита, является в первую очередь это подникающие ранения черепа, которые во многих, во большом проценте случаев, сопровождают черепно-мозговую травму. Инвазия, то есть наличие наружных вентрикулярных либо лимбальных тренажей, также датчиков внутричерепного давления, ликвары различного генеза и также сопутствующие инфекционные осложнения. Как мы ставим диагноз менингита? Понятно, что две основные группы. Это клиника неврологического обследования и, естественно, лабораторные показатели. Значит, по поводу клиника неврологического обследования чуть позже и подробнее объясню, почему. Значит, вначале давайте остановимся на лабораторных показателях. На данном этапе, что является как бы золотым стандартом, то есть доказано много раз и в нашем институте, и множество других работ, значит, практически всегда бактериальный менингит, вызванный именно госпитальной назокомиальной флорой, вызывает выраженное потребление глюкозы в ликваре. Значит, при глюкозе ликвар ниже 2,2 ммоль на литр можно смело, ну, по крайней мере, заподозрить наличие менингита у пациента. То есть это составляет менее 40% от уровня глюкоза в плазме крови. Повышение уровня белка свыше 0,5 промилле тоже, значит, является достаточно тревожным симптомом. То, что касается цитоза. Значит, по этому поводу очень большое количество разных данных в литературе. Значит, какие-то авторы говорят, что 100 третей – это уже менингит, какие-то авторы говорят, что только от 1000 третей и выше можно ставить диагноз менингита. Мы достаточно большое количество литературы обработали и, скажем так, вывели средний арифметический показатель, то есть он совпадает с менее большинства авторов. То есть при наличии цитозы в ликваре от 150 третей и выше, мы имеем право заподозрить у пациента диагноз менингита. При этом нейтрофилы должны составлять от 50 и более процентов от общего количества клеток в анализе. Со стороны крови понятно, что, так как это воспаление, то есть возможно появление лейкоцитоза с палочкой ядерным сдвигом влево и, соответственно, повышение ЦРП, да и практически всех остальных маркеров воспалительной реакции. Наиболее достоверными критериями бактериального менингита – это в первую очередь, естественно, является положительный микробиологический посев. Либо, если вы забудете, у вас идентифицирован по методу окраски мазка по грамму, граммстейн. Также, как я уже говорил, снижение уровня глюкозы в ликворе менее 2,2 ммол на литр. Либо сочетание двух первых пунктов с сопутствующей неврологической симптоматикой. В ряде случаев мы можем наблюдать атипичную картину, то есть даже при взятии ликвора. В каких случаях это происходит? Во-первых, если больному на этапе диагностики уже начала проводиться какая-то эмпирическая антибактериальная терапия. Далее, при менингитах, которые вызывают с трептококками, у вас в ликворе при достаточно высоком цитозе может быть низкое содержание нейтрофилов, что может, в принципе, клиницистам повернуть в так называемое состояние сомнения. Что это за менингит, если нейтрофилов так мало, а в принципе цитоз достаточно высокий. Понятно, что при всех иммунодефицитных состояниях может наблюдаться атипичная картина. И также, если возбудителем являются бактерии, которые вызывают преимущественно лимфоцитарную реакцию спинно-мозговой жидкостью, то есть там будет повышено не нейтрофилы, а количество лимфоцитов. Но, в принципе, в условиях госпитальной инфекции, конечно, это последний пункт для нас, скажем так, не совсем актуален. Значит, что необходимо помнить при выставлении этого диагноза? Ни в коем случае нельзя подтверждать или исключать диагноз менингита по какому-то одному единственному параметру спинно-мозговой жидкости. Будь то употребление глюкозы, либо цитоз, либо избирательных посев. То есть диагностика всегда должна учитываться в окопности всех показателей спинно-мозговой жидкости. И то, что касается окраски мазка по грамму. Да, действительно, достаточно удобная методика в том смысле, что в отличие от микробиологических посевов, она позволяет практически за несколько часов сказать нам, дать нам хотя бы какую-то предварительную информацию. То есть растет что-то, грубо говоря, в ликваре или не растет. Если растет, то что? Гран-плюс или гран-минус? Но здесь есть два но, которые как бы нужно учитывать. Во-первых, достоверность этого метода, если даже все правила соблюдены, составляет 80-90%, и падает до 60-70% в том случае, если пациент получал антибактериальную терапию до того, как у него был взят ликварный исследование. Как правило, практически все пациенты, которые поступают в стационар или получали в первичном стационаре какую-то антибактериальную терапию, либо начинают ее получать непосредственно на момент поступления. Поэтому, то, что касается окраски мазка по грамму, надо немножечко с аккуратностью к этой методике относиться. В чем заключаются трудности диагностики менингита у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой в остром периоде? Все мы прекрасно понимаем, что основное, чем они болеют, это выраженный отек головного мозга. Понятно, что при отеке головного мозга всякая люмбальная пункция, естественно, строго противопоказана, противопоказана из-за опасности вклинения и просто смерти пациентов. Соответственно, получается, что если у нас нет наружных вентрикулярных или люмбальных дренажей, которые могли бы быть поставлены в какие-то первые часы, пока у него еще не нарос до такой степени отек, у нас попросту нет доступа к ликвару, и мы не можем получить ликвар для исследования спинно-мозговую жидкость. Далее, системная воспалительная реакция, которая практически в 90, даже в 100% случаев сопровождает течение тяжелой черепно-мозговой травмы в остром периоде, она тоже сама по себе затрудняет диагностику менингита. И точно так же неврологические проявления основного заболевания тоже маскируют его клинику. И вот в этой ситуации на первый план выходит не лабораторный, а именно клиника неврологической обследования таких пациентов. То есть на основании чего мы можем хотя бы постараться предположить или поставить ему диагноз менингита? В первую очередь это нарастание неврологической симптоматики, абсолютно любой. То есть если у вас больной находился в состоянии сопора и загрузился до комы, и если это ухудшение состояния не связано с его основным заболеванием, то есть грубо говоря, вы делаете КТ, видите, что картина в принципе та же самая, а больной почему-то ухудшается. На этом фоне у больного там температурная реакция, различные другие проявления, системно-воспалительная реакция. В принципе это симптом для того, чтобы за подросток для себя просто поставить галочку, что вполне боевозможно, что больной начинает заболевать какой-то тяжелой инфекцией. Но понятно, что классику никто не отменял, то есть ригидность затылочных мышц и положительные симптомы Кернига и Брудинского, они как бы тоже, конечно, могут дать нам помощь в определении этого диагноза. Очень часто сопровождается судорожными припадками начала заболевания и также в плане температурной реакции. Как гипертермия, так и достаточно часто сопровождается гипотермией. Еще раз, просто коротко, по поводу неврологической картины, значит более просто развернуто, то есть это угнетение сознания, нарастание любой абсолютно очаговой неврологической симптоматики, вполне возможно при нарушении функций черепно-мозговых нервов. То есть появление хотя бы одного из этих пунктов, в принципе, при, еще раз повторюсь, нарастании воспалительных изменений, должно вас встревожить в плане того, что нет ли у пациента менингита. Просто освежить в памяти, что это такое, эти симптомы, все мы прекрасно помним. Значит, симптом Кернига, это при попытке разогнуть ногу в коленном суставе, мы получаем такое пружинящее сопротивление, которое зависит от повышенного тонуса мышц нижней конечности. И то, что касается симптомов Брудинского, он есть верхний и нижний. То есть при сгибании головы сгибание происходит в коленных суставах, и нижний Брудинский, это при пассивном сгибании одной конечности, происходит симметричное сгибание конечности с противоположной стороны. Ну, в общем, вот так это выглядит на практике. Итак, еще раз, просто как бы точку поставить. Верификация менингита у больных в остром периоде черепно-мозговой травмы. Это совокупность клинических и неврологического статуса. Необходимо обязательно учитывание факторов риска, есть они или нет. И, естественно, конечно, лабораторные показатели, без них никуда. Поэтому на них мы тоже, конечно же, опираемся. Далее, вот мы поставили диагноз. У нас встает вопрос об антибактериальной терапии. Значит, чем лечить таких пациентов? Перед тем, как перейти непосредственно к какими антибиотиками, что лучше, что хуже, давайте просто вспомним на сегодняшний день, что принято и что существует. Значит, есть так называемая профилактическая антибактериальная терапия, есть эмпирическая антибактериальная терапия и терапия по результатам микробиологических исследований, когда вам приносят листочек с перечисленным возбудителем, с чувствительностью и так далее. Так называемая прицельная. Коротко мы поговорим о каждой. То, что касается профилактической антибактериальной терапии, в данном случае для плановой нейрохирургии. То есть, есть 4 основных, будем говорить так, но не канона, а положения, которые, в принципе, должны всегда строго выполняться. В первую очередь, антибиотик должен достигать достаточной концентрации в мягких тканях, соответственно, первая некция делается за 60 минут до разреза кожи. Далее по протоколу, в зависимости от того, каким препаратом работают. Выбор препарата антибиотикопрофилактики, еще раз подчеркну, это имеется в виду именно для плановой нейрохирургии. Выбор препарата антибиотикопрофилактики, он в первую очередь определяется представителем кожной микрофлоры, потому что в первую очередь, конечно же, при первичной операции речь идет о загрязнении, то есть это обычно бывает, как в стафилококке речь идет о кожной, потому что флоре. Использование антибактериальных препаратов при операциях, которые связаны с минимальным риском инфицирования, ну, к примеру, вот мы тут просто взяли эндовазальные операции, совершенно никак не обоснованно. То есть, в принципе, таких пациентов не нужно интероперационно и далее в раннем послеоперационном периоде применять антибактериальную терапию. И следующий пункт, пролонгирование антибактериальной терапии более 24 часов после операции ни в коем случае не снижает риск развития менингита, за исключением тех случаев, когда пациенты по каким-то причинам после операции остаются, например, с наружными вентрикулярными дренажами. В таких случаях обосновано не только пролонгирование антибактериальной терапии, а даже рассмотрение вопроса о переходе с того же самого, например, цифазолина на что-то более серьезное с расширенным спектром действия. То, что касается препарата выбора, именно для профилактики. Конечно же, это, в первую очередь, цифалоспорины, то есть цифазолин. В нашей конкретной клинике используется цифазолин. Это препарат выбора в тех случаях, когда вероятным патогеном является кожная флора. Понятно, что это практически все, так сказать, плановые операции. То, что касается ванкомицин. Он может использоваться как альтернативный препарат при наличии каких-то жестких противопоказаний к цифалоспоринам. Индивидуальная непереносимость, какие-то аллергические реакции и так далее. Ну, с дозировками тоже как бы все понятно. То есть 1-2 грамма у цифазолина у детей, он рассчитывается на миллиграмм на килограмм массы тела. И, как я уже говорил, первая инъекция осуществляется за 60 минут до начала хирургического вмешательства, далее каждые 6 часов в течение суток. Затем препарат должен быть отменен. Опять-таки, если нет, у больного факторов риска сопутствующих. И ванкомицина доза, соответственно, тоже 15 миллиграмм на килограмм массы тела, далее он умешает до 10 миллиграмм на килограмм, и, соответственно, тоже после операции должен быть отменен. Так, то, что касается эмпирической антибактериальной паттерапии. То есть вы подтвердили диагноз менингита, вам сказали, что да, ребят, что-то у вас там сеется, что-то нехорошее, но пока нет результатов чувствительности. То есть формально надо пациента закрывать какими-то антибиотиками, но вы не знаете, какими. Соответственно, в этой ситуации вы используете те антибиотики, которые являются активными в отношении наиболее вероятных возбудителей в отделении реанима. То есть в каждом конкретном случае. То есть вы, в принципе, приблизительно должны знать, хотя бы приблизительно свою флору. Типичными возбудителями является семейство стафилококков. Это золотистый эпидермальный гемолитикус. Огромное семейство энтеробактерий, к которому относятся шерихия, колик, левсила, энтеробактер, серация, протеи. То есть синегнойная палочка и ацинтобактер. То есть это вот типичные возбудители, которые встречаются практически во всех клиниках, и не только у нас, а за рубежом также. Значит, препаратами выборов при эмпирической антибактериальной терапии. Здесь в основном все авторы сводятся в одну. То есть схема – это ванкомицин на грамм положительную инфекцию, мицелинрезистентной стафилококки. Плюс цифалоспорины третьего поколения, в данном случае они как бы пишут афортами, то есть по 2 грамма каждые 8 часов. То есть в совокупности 6 грамм в сутки. Если эта схема не работает, то, соответственно, цифалоспорины просто меняются на карбопинеми. То есть мы оставляем ванкомицин в дозировке 3 грамма. Обратите внимание, не 2 грамма, а 3 грамма в сутки. То есть грамм каждые 8 часов. И подключаем миронем. Карбопинем до 6 граммов в сутки дозировки. Критерии эффективной терапии. То есть мы лечим 5 дней, 7 дней, 10 дней четких никаких в литературе данных о том, что когда понятно, что их быть не может, зависит от каждого конкретного случая. На что надо ориентироваться? В первую очередь это получение в динамике 3 стерильных пассивов. Не менее. Не менее 3 стерильных пассивов. Особенно это актуально для больных, которые находятся на длительном наружном вентрикулярном дренировании и которым предстоит, например, шунтирующая операция. То есть вот вы, пациент заболел менингитом с наружным вентрикулярным дренажом. Вы его какое-то время пролечили, вы видите, что вы от наружного вентрикулярного дренажа отойти не можете. То есть пациенту светит, по всей видимости, шунтирующая операция. И вот вопрос. Там цитоз какой-то колеблется один день в 100 третей, другой день в 150 третей. И вот делать, накладывать шунт, не накладывать шунт. Вот для этого и разработан вот такой протокол. То есть вы должны получить не менее 3 стерильных пассивов в динамике. И только после этого можно обсуждать вопрос о том, что вот после перенесенного менингита имеем или не имеем мы право выполнить по больному вентрикулярное или вентрикулярное шунтирование. Конечно же нормализация уровня глюкозы в ликваре, отсутствие цитоза, снижение уровня прокальцитанина до нормы. При этом длительность антибактериальной терапии, обратите внимание, то есть вот это вот заплуждение такое, что 10 дней вполне достаточно. Ничего этого недостаточно. Это подтверждается и нашими собственными наблюдениями, и огромным количеством работ наших коллег за рубежом. То есть от 2 недель до 6 и более может быть в принципе продолжена антибактериальная терапия. При сохранении, конечно же, чувствительности к тому конкретному антибиотику, к которому вы работаете на тот момент. То есть ориентироваться нужно не на время, а на клинику. Нет, значит по клинике у вас минигид, значит хорошо, справились. И вот таким вот образом выглядит терапия по результатам чувствительности. То есть это вот тот бланк, который принят в нашем институте. То есть вы видите, что помимо паспортных данных, значит, вынесен сам непосредственно возбудитель с расшифровкой, то что это медицинерезистентный штамм данным, как в этом случае, эпидермального стафилококка. И ниже, значит, таблица с результатами чувствительности. Минимальная ингибирующая концентрация и чувствительность к тому или иному антибиотику. Как правило, на 8 и на 10 сутки с момента посевов мы обладаем вот такой информацией. Конечно, зачастую, к сожалению, это немножко бывает поздно. То, что касается интердекального введения антибактериальных препаратов, тоже достаточно большое количество споров, слов по поводу того, какие антибиотики вводить можно, какие нельзя, какие существуют дозировки. Было обработано большое количество литературы, плюс наши собственные наблюдения. Значит, в эту группу попадают практически все аминогликозиды 2-3 поколения, то есть их применение для интердекального введения разрешено. Практически везде сейчас есть нормы. То есть это и амикоцин, и гентомицин, и табромицин. Ванкомицин точно так же вводится интердекальный. То, что касается колестина. Значит, вы знаете, что существуют две большие разновидности полимексинов. Это полимексин-Б и полимексин-Е. Насколько я знаю, на территории России на данный момент присутствует в свободной продаже зарегистрированный только колестин, то есть полимексин-Е, который предназначен для ингаляционного применения. Значит, вот этот препарат ни в коем случае нельзя вводить интердекально. Интердекально вводятся только те препараты, которые, соответственно, могут быть введены парентерально, то есть внутривенно. В частности, полимексин-Б. Ну и старый добрый диоксидин, которого, естественно, никто не отменял. Посмотрите на то, что происходило с флорой в нашем конкретном отделении за вот прошедшие три года. 2008 год. Вот вы видите, что подавляющее большинство – это граммоположительные инфекции, различные стафилококки. Из граммотрицательной флоры 34% у нас забрала клепсиела. Это то, что касается только менингитов. Здесь не учтены ни инфекции кровотока, ни пневмонии, только менингиты. Посмотрите, что происходило в 2009 году. Значит, доза роль граммоположительной инфекции увеличилась до 62%. Но посмотрите, что происходит с граммотрицательной инфекцией. Из 37% 30% отобрала центобактер. И всего 7% остаются на остальных, там, клепсиела, синегнойки и таких, остальных представителей граммонегативной инфекции. То есть, у нас практически за один год ацинтобактер, который характеризуется, как вы все знаете, очень высокой природной резистентности к антибактериальным и к антисептическим различным препаратам, отобрал пальму первенства. И жить, конечно, от этого, к сожалению, стало невесело. И вот то, что касается данных уже за 2010 год. Левая колонка, то, что касается ликвара, непосредственно нас интересует в данном конкретной презентации, именно это. Опять-таки, лидирующие места ацинтобактер. Потом клепсиела, потом стафилококк и потом синегнойная палочка. Так, то, что касается современных подходов. Значит, существует два режима. Основные, как вы все знаете. Это эскалация, то есть восхождение мощности антибактериальных препаратов. И деэскалация, то есть снижение мощности уже по результатам чувствительности. На сегодняшний день деэскалационная антибактериальная терапия – это наиболее адекватное эмпирическое лечение для пациентов, находящихся в отделении реанимации, которое отличается двумя важными характеристиками. В первую очередь, это широкий стартовый спектр, который охватывает, ну, наиболее вероятные, будем говорить, патогены. И второй момент, последующий, то есть до 72 часов. Переход на целенаправленный, то есть более узконаправленный антибиотик на основании микробиологических данных. Значит, существует очень большое заблуждение по поводу того, что движение от препаратов широкого спектра действия к более узконаправленным антибиотикам повышает резистентность внутригоспитальной инфекции. На самом деле это не так. Это не так, это уже абсолютно точно доказано в огромном количестве работ. То есть не надо бояться переходить, например, грубо говоря, от того же Миранема, там, я не знаю, к Сульперозону или к Фортуму, боясь того, что если у нас там на Миранеме всё было хорошо, сейчас мы перейдём, у нас потом разовьётся резь, нет ничего. Такого не будет. То есть это на сегодняшний день принятый протокол, и он абсолютно, ещё раз повторю, не увеличивает количество внутрибольничных резистентных штаммов возбудителей. Ну и понятно, что в зависимости от адекватности антибактериальной терапии напрямую зависят исходы и смертность. Понятно, что когда она неадекватная, соответственно, смертность в разы, естественно, у пациентов возрастает. Это два совершенно независимых исследования, которые были проведены нашими западными коллегами. Что являются критериями успеха? Значит, в первую очередь это соблюдение, конечно же, правил асептики и антисептики. Причём это касается не только врачей, но, может быть, даже в большей степени это касается среднего медперсонала. То есть того персонала, который работает с пациентами, у которых есть наружные вентрикулярные дренажи, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, то есть постоянный контакт, повороты в постели, санация и так далее и тому подобное. Поэтому, значит, средний, в принципе, и врачи тоже, и средний медперсонал, надо проводить беседы, объяснять, почему, что, чего. Таким образом можно, в принципе, достоверно, значительно снизить число минигита внутри отделения реанимации. Конечно же, это ранняя диагностика и своевременно начатое лечение. И понятно, что это, естественно, адекватная самопроводимая антибактериальная терапия. И буквально два слова об ацинтобактере, потому что это беда не только нашей клинике, то есть это, на самом деле, достаточно большая проблема для практически всех клиник на сегодняшний день. Относится он к неферментирующим бактериям. Уфи распространения совершенно, то есть абсолютно от и до, начиная от инфекции дыхательных путей, которые соответствуются развитием дальнейшей пневмонии, колонизации кожи, прошу прощения, инфекции кровотока, мочеполовой системы, минигита, о которых мы говорим, то есть практически абсолютно везде. И самое неприятное, что он похарактеризуется чрезвычайно высокой природной резистентностью и не погибает при обработывании рабочих поверхностей. То есть он способен на своей поверхности образовывать так называемую биоплюнку, которая практически не разрушается теми средствами по уходу, антисептиками, которые на сегодняшний день есть в продаже. То есть бороться с ним крайне-крайне сложно, если он уже, так сказать, поселился. Вот что происходило с чувствительностью к ацинтобактеру. Это данные по России, по 9 городам России, но правда только лишь до 1995-1996 года. То есть тут еще картинка достаточно приличная. Вы видите, что практически 100% чувствительность к карбопинемам и достаточно высокая чувствительность к аминогликозитам. Значит, на сегодняшний день, к сожалению, она выглядит совершенно... Можем так нарисовать ее в обратном порядке и будем правы. Вот данные по ацинтобактеру с Большого Конгресса, который проходил в Штатах за 2006 год. То есть, смотрите, 5-й случай и 10-й случай. Перечень антибиотиков – это тоже речь идет об ацинтобактере. Значит, чувствительность сохранена только у карбопинемов. И в том, и в другом случае. То есть, все остальное не работает. У нас, к сожалению, зачастую попадаются штаммы с полирезистентной устойчивостью, у которых не работает даже карбопинема. И вот возникает вопрос, а чем тогда лечить минигид, который вызван вот этим самым ацинтобактером? Значит, на сегодняшний день препаратом выбора является сульперазон. То есть, это наблюдение и западных авторов, это и наше наблюдение. То есть, это комбинированный антибиотик. Основное действующее вещество, конечно, сульбактам. То есть, именно за счет сульбактама он и работает. Значит, то, что касается доз, в зависимости от соотношения, так как вы знаете, что сульперазон, в частности, это комбинация цифроперазона сульбактам, то есть, там соотношение 1 к 1, соответственно, максимальная доза в сутки составляет 8 г. Интервал 12 часов. То, что касается ампицилин сульбактама, там несколько иное соотношение, соответственно, поэтому дозировки максимальные суточные, до 12 г в сутки. Интервал также 8 часов. То, что касается полимексинов. Ну, как уже говорили, да, то есть, полимексин B может быть применен только в виде интеритекального введения, имеется в виду не колистин, а именно парентеральной формы полимексина, в сочетании с другим парентерально вводимым антибиотиком. То есть, монотерапия в виде интеритекального введения, она, конечно же, неэффективна при лечении менингита. И существует достаточно большое количество, в основном у западных коллег статей, по поводу комбинации колестина с рифампицином. Мне достаточно сложно сказать, почему происходит вот такой синергизм, но они очень многие говорят, что именно при комбинации колестина с рифампицином вот эта вот, так сказать, комбинация способна подавлять жизнедеятельность множество именно вот таких резистентных штаммов ацинтобактера. Но, к сожалению, этот синергизм, как вы видите, он не исследовался в контролированных клинических исследованиях, поэтому, как бы, однозначно советовать вам я просто не имею права. Спасибо за внимание. И еще буквально два слова по поводу тегициклина. Вы знаете, что есть такой антибиотик, который, в принципе, был придуман именно для борьбы с медицинерезистентными штаммами стафилококков и, в частности, плюс еще с полирезистентным штаммом ацинтобактера. То есть возникает вполне резонный вопрос, почему бы не используется гициклин, почему я по поводу него ничего не сказал. Проблема заключается в том, что, к сожалению, препарат абсолютно не проникает через даже поврежденный гематоэнцефалический барьер, то есть он не способен накапливаться спинномозговой жидкости. Это первый момент. И второе, учитывая, что он сравнительно недавно появился на российском рынке, и никаких данных по поводу возможности его применения интертыкально, к сожалению, нет. Поэтому в условиях менингита я просто не могу советовать работать этим препаратом, потому что он просто не будет работать. Вот и все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...